Фермеры жалуются на высокие арендные ставки на землю под пастбище и сенокосы. Комитет уже готовит изменения в краевое законодательство по этому поводу. Это отклик на обращение сельхозпроизводителей? В том числе это и отклик на обращение. И, собственно, сами мы видим, анализируем ситуацию, что проблема эта существует. Особенно это касается наших предгорных семи районов. Нужно отметить здесь небольшой экскурс в историю, что 1 марта 2015 года произошла небольшая революция в земельном законодательстве в связи с принятием изменений земельного кодекса. Мы перешли почти тотально полностью на предоставление земельных участков на торгах. И вторая новелла касалась того, что определение арендной ставки идет с этого момента, исходя из кадастровой стоимости земельного участка. Люди полагают, что эта кадастровая стоимость завышена. И вот в большинстве случаев, когда мы анализируем ситуацию, мы видим, что это на самом деле так. Поскольку еще в советский период, в середине 80-х годов, проводилась своеобразная паспортизация земель. На тот момент колхозных земель, государственных земель. Тогда определяли виды угодий. Пока существовала старая арендная ставка, она была достаточно небольшой. Это не вызывало ни у кого особых вопросов. А вот когда наступило уже у нас изменение этого законодательства, и арендная ставка выросла, и это происходит последние два года, мы видим, что действительно вал, особенно по предгорным районам, обращений, он присутствует. Поэтому сейчас разработан проект изменений в наш краевой закон об особенностях регулирования земельных отношений в Краснодарском крае. Суть этих изменений сводится к тому, что мы хотим в рамках опережающего правового регулирования, это означает, что пока на федеральном уровне не существует закона, который регулирует эти правоотношения, субъекты в праве, в отдельных отраслях права принимать свои законы. Наиболее яркий пример это, пожалуй, детский закон, с которым край вышел в свое время первый, потом только его подхватили другие регионы, и он вышел на федеральный уровень. Здесь примерно сходная ситуация, хотя, конечно, и меньших масштабов, потому что проблема предгория, она, собственно, характерна в большей мере именно для Краснодарского края, потому что ситуация сложилась таким образом, что по документам 80-х годов советского периода числятся пахотные земли или просто земля сельскохозяйственного назначения, а фактически уже давно там никто не пашет, не сеет, колхозов этих не существует, фактически она на протяжении последних 20 лет и более используется для сенокошения, и в конце концов там просто выросли уже кустарники и деревья, и использовать ее как пашню невозможно. А в документах все это по-прежнему пашня. Поэтому, когда заключается договор вот сейчас, в современный период, то по документам ставка арендная должна составлять 2% от кадастровой стоимости, что и приводит к такому резкому иногда и до 10 раз скачку арендной платы. Соответственно, такая арендная ставка делает просто нерентабельное животноводство. Так вот, постановление губернатора уже давно предусматривает ставку 0,3% для договора в аренды именно участков, используемых для пашни и сенокошения. Проблема только в том, что отсутствие упоминаний об этом в каких-либо государственных базах данных не позволяет эту ставку применять. Если мы сможем зафиксировать и подтвердить документально, внести изменения в эти базы, что это действительно сенокошение, проблем не будет. Мы сразу в 7 раз уменьшаем арендную плату, конечно, с того момента, когда будет подписано соответствующее дополнительное соглашение к договору.